С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Зарплаты бюджетникам достойны уровень жизни пенсионеров, предоставление помощи особо нуждающимся в ней жителям. Главные приоритеты бюджетной политики Ниницкого округа на ближайшую перспективу. Сегодня глава региона на внеочередном заседании администрации сообщил о необходимости снижения расходов на госаппарат. В 2017 году зарплаты чиновников снизятся на 20%. Это решение позволит властям сохранить поддержку социально уязвимых групп населения. Ветеранов Великой Отечественной войны, стариков, инвалидов, многодетных семей и малоимущих граждан. Подробности в материале выпуска. Губернатор округа, его заместители и государственные служащие региона будут зарабатывать меньше. С 1 января 2017 года заработные платы в госуправлении снизятся на 20%. О таком решении сегодня объявил глава региона Игорь Кошин и объяснил необходимость такого непростого и непопулярного решения. Финансовая ситуация становится сложнее. Из-за стремительно сократившихся доходов от нефти, от цен на нефть, дефицит бюджета округа составляет 41%. Коллеги, как вы считаете, мы для чего берем кредиты в банках? По сути, просто по одной простой причине. Потому что у нас нет денег. Нет денег, чтобы платить зарплату бюджетникам, учителям, врачам, работникам культурной сферы, ну и далее по списку, который вы знаете, гораздо лучше чем. Сегодня практически каждый четвертый рубль в нашей доходной части взят в долг. Но самое неприятное, что даже этих денег на сегодняшний день недостаточно, чтобы осуществлять социальную поддержку наших населения. Для того, чтобы сделать меры соцподдержки молодежи, наших многодетных и уважаемых пенсионеров, более адресными, мы сегодня вводим социальный образец. Остаются пенсионеры для доплаты к пенсиям, которые нам необходимо найти порядка 400 миллионов рублей. У большинства из вас родители живут здесь, поэтому вы знаете и по-настоящему, что эти деньги помогают нашим ветеранам покупать качественные продукты, следить за своим здоровьем. А самое важное помогает жить, а не выживать в условиях крайнего седера. Когда стало понятно, что у нас живет очень сложный 2017 год, в этом же зале я собрал руководителей департаментов и управления. И стало очевидно, что социальные выплаты спасет только наше с вами сокращение и людей, и заработных плат. 2,5 миллиарда рублей, которых мы тратим на собственное содержание, выходят за рамки всех мыслимых и немыслимых норм, принятых в нашей стране. Было принято решение о сокращении на 12% денежного содержания всех сотрудников государственных органов власти в течение следующего 2017 года. Таких сложных, болезненных решений я не помню с начала моей работы. Но в сложившейся ситуации иного выхода нет. И знаю, что вы со мной согласитесь. Снижение заработных плат чиновников и госслужащих – вынужденная мера, отметил и заместитель руководителя аппарата администрации округа Павел Рахмелевич. Сохранение основных социальных обязательств округа и иных важнейших расходов возможно только в том числе и при условии снижения расходов на госаппарат. Эти меры предлагаются ввести на год. Общая экономия предполагается в размере 185 рублей. Повторюсь, принимаемые меры сократят зарплаты госслужащих на 20%. Речь идёт о снижении премий, выплат за классный чин и единовременной помощи к отпуску. Последнее сократится с трёх окладов до одной десятой. Сегодня администрация направляет в собрание депутатов пакет документов о внесении соответствующих изменений в ряд законов, регулирующих вопросы денежного содержания государственных гражданских служащих. Окончательное решение будет принято депутатами на сессии 27 октября. А пока решение губернатора поддерживают жители Неницкого округа, которые тоже понимают, что происходит с экономикой округа. Я согласна. Путь прекратят. И прибавят простому рабочему классу, который технически работают, получают по 15 тысяч и семьи кормят. Не могу сказать. После того, что сейчас уже творится в округе, уже ничему не могу удивляться. Не могу ничего сказать. Потому что расстроены тем, что и у бюджетников падает зарплата. Причём очень прилично падает. Игорь Викторович, он не первый день губернатор округа. Человек в этом деле опытный. Если он так считает, значит, это действительно нужно. Все знают, что с бюджетом у нас дела обстоят не очень. Видимо, такие меры необходимы. Будем верить в хорошее будущее светлое. Есть и те, кто считает, что сокращение, несомненно, должно коснуться всех госслужащих, но не в равной степени. На самом деле, действительно, я полностью поддерживаю тут инициативу губернатора. Потому что в связи с таким сокращением бюджета, думать, что все останутся при своих зарплатах, просто не приходится. Единственное, я бы хотела тут своё мнение сказать о том, что, может быть, есть смысл подходить дифференцированно. То есть, предположим, начальству там снизить на больший процент ввиду больших доходов. Одна из первых мер, которые нужно было предпринимать, когда в округе замаячил кризис. Но при этом нужно помнить о том, что всё-таки сокращение на 20% всех зарплат. Есть же у нас специалисты, которые получают небольшие зарплаты, в основном это молодёжь. И это их, наверное, больно коснётся. И, наверное, в первую очередь нужно всё-таки речь вести о сокращении расходов, возможно, сокращении численности чиновников. Напомню, в прошлом году, когда упала цена на нефть и округ не получил третий запланированных средств от Хориагинского СРП, главного источника доходов в моноэкономике субъекта, администрация округа провела первую оптимизацию. На 10% были сокращены зарплаты, на 115 человек сократилось количество чиновников. Поиск скрытых резервов затронул все сферы управления.